Я приглашаю Милану послужить нам сегодня. Все хорошо, расслабься. Добрый день, церковь. Для меня радостно очень быть здесь. И это большая честь, спасибо. Вообще примечательно даже то, что мы вообще с некоторыми членами вашей церкви познакомились. Как вы думаете, где? Ты сама, наверное, не помнишь, да? В Риге. Вы познакомились в Риге. Украинцам нужно было уехать в Латвию, чтобы там познакомиться. У Бога своя логика. Это прекрасно. И мне очень нравятся его расклады. И да, интересно было несколько недель назад. И я почему-то смотрю Фейсбук, просматриваю новости моих друзей. И новости Ани почему-то прямо на меня выпрыгивают со страницы. И я почему-то о ней думаю. Думаю, это что же такое вообще? Что происходит? И я так мысли отбрасываю, отбрасываю. Они потом возвращаются и возвращаются. Думаю, что такое? И я написала Ане. И как-то вот, ну и вот, вот я здесь. Я рада уже более ближнему знакомству. И для меня тоже интересно, что... Ну, мы, в принципе, с Аней не общались так вот. Ну, так чисто поскольку-поскольку. И вот, и у нас немного было времени вот в эту поездку, но мы затрагиваем какую-то одну тему. И оказывается, у нас так много общего. Затрагиваем другую тему и то же самое. И меня это так вдохновляет, когда ты находишь родную душу совершенно неожиданную для себя. Вот, спасибо. Вот, а по поводу вчерашнего, еще неизвестных такого вовил из зоны комфорта. Мы друг друга выводили, знаете, это полезно бывает. Вот, такой божественный пендель друг для друга. А вчера, да, вот эта песня, которую мы пели сегодня, «Ветер дует сильно», и это точно было вчера. Вот, мы все замерзли, вот, зуб на зуб еле попадал, но, знаете, очень радостно было. И какие-то моменты, вот, Бог показывал, что, ребята, я с вами. Была на евангелизации, которая вот первая в центре, да, возле Цума, и я пела песню «Окиноллэймэджи», я могу лишь представить. И там есть такие слова «Для тебя станцует танец, сердце в трепете любви». Для него, в смысле. Вот. И в это время, когда мы пели эту песню, проходит какая-то толпа танцоров. Вдруг. Откуда-то вообще непонятно. Взялись они. Именно во время этой песни. И, ну, может, они услышали эти слова, не знаю. И там была небольшая такая площадочка возле Цума, и я смотрю, опа, одна пара вышла танцевать, вторая пара танцевать. И у меня аж мурашки по коже, и вообще аж до слез. Насколько вот даже Господь проиллюстрировал то, о чем пела моя душа. То, что мы пытались донести общими усилиями, и вот оно звучало, вот оно демонстрировалось, это очень круто. Вот. И то, что не было дождя, это да. Я смотрела по всем прогнозам на разных сайтах. Не просто дождь, еще и с грозой. И спасибо, да, за молитвы. Я еще своих там просила молиться, друзей. Не было дождя. Ни на дневной утренней евангелизации, ни вечером. Это меня очень вдохновило. Бог слышит, Бог отвечает. И спасибо всем, кто был. Вот. Некоторые братья особенно поддерживали эмоционально. Это было приятно смотреть. Вот. Еще раз представлюсь. Меня зовут Вилана, я из Харькова. Мы не со всеми знакомы, поэтому я немножко расскажу о себе. Я служитель поклонения, можно сказать, музыкальный миссионер. Я себя так называю. Слово певица мне не очень нравится. Вот. Потому что у меня цель все-таки миссии – это донести послание до сердец. Я жажду, я мечтаю, чтобы сердца исцелялись. Основное послание, которое в моих песнях, которое в том, что я говорю, то, о чем я пою. Мы сможем спеть, да? Ага, отлично. Сейчас тебе дам флешечку. Вот. Сейчас. Основное послание – это об исцелении сердца, о том, что Богу не все равно, что с нами происходит. Богу не наплевать на нашу жизнь. Я знаю, что каждый, ну, вообще каждый, наверное, человек периодически чувствует о том, что всем на него наплевать. У кого-то больше, у кого-то там меньше. Я думаю, каждого накрывает периодически такое. Вот. И иногда это безосновательно, иногда есть основания, к сожалению. Жизнь – непростая штука. И мы живем в мире, наполненном болью, наполненном злом. Соответственно, многие люди разбиты, со сломанными судьбами, с разбитыми сердцами. Но, к сожалению, вот эта реальность. Но реальность, в эту реальность хочет и может прийти Господь. И есть только одно единственное условие. Одно. И также есть одно единственное место, куда мы можем пригласить Бога или запретить Ему прийти. Это место – наше сердце. Он творец всей вселенной. Он царь всех царей. Он сотворил эту землю. Он повелевает всем. Но мы можем либо запретить Ему приходить в наше сердце, в нашу жизнь, либо разрешить. Он уважает нас. И вот это единственное условие. Если мы разрешим Ему прикасаться к нам, Он будет исцелять. Он будет восстанавливать нас изнутри. И это сверхъестественно. Мы можем знать правильные слова, пытаться правильно себя вести. Это замечательно тоже. Но нам нужно вот это сверхъестественное прикосновение от Небесного Отца. И оно начинается, когда мы говорим, Господь, вот в мое сердце войди, сделай там свой порядок. Наведи там так, как Ты считаешь нужен. Потому что я много пробовала, но я разбился, разочаровался, накосячил по жизни очень много. Ну, к сожалению, так есть. Но как бы мы ни накосячили, их добрая весть в том, что Бог исцеляет. Бог восстанавливает наши жизни. Я думаю, многие могут поделиться такими свидетельствами. И это вот послание, которым я делюсь в своих песнях, в своих альбомах. На данный момент у меня их пять. Я записываю еще один. И также я руководитель, можно сказать, и продюсер проекта музыкального международного «Посланный небесами». Этот проект объединяет нескольких десятков исполнителей. Уже больше сотни, на самом деле. Которые поют песни о сердце небесного отца на разных языках. И сейчас записаны альбомы на русском, украинском, латышском, эстонском. Идет работа на немецком, на чешском языках, на иврит переведены песни. Если Бог даст, и Женя все сделает, и я спою, может быть, одну песню из этого альбома, если хватит времени. У нас до скольки? Сначала хочу спеть песню для вас. Эта песня родилась в непростых для меня обстоятельствах, ситуациях. И я прошу, чтобы ваше сердце было открыто. Это послание от Бога и для меня, и для каждого из вас. И, знаете, бывает настолько мы чувствуем себя разбитыми, подавленными и просто неспособными ни на что, что кажется, что надежды уже нет. Вот в этой ситуации, в таком состоянии, я была в тот момент, когда начинала писать эту песню. Знаете, в такие моменты наши молитвы становятся очень честными, очень, может, даже короткими. Куда-то девается наша спесь, наше мнение, наш суперопыт. И Бог отвечает на искренность. Знаете, мы можем перед людьми притворяться, мы можем гонять понты, как говорится, да? Извините за мой французский. Мы можем гонять понты, но перед людьми может еще прокатит. Перед Богом нет. И смысла нет. И чем быстрее мы перейдем вот это вот на сторону искренности, и честности, тем быстрее мы получим исцеление и утешение для нашего сердца. Итак, песня «Ты нужен мне». Вот так я молилась, Господь. «Ты нужен мне». Это была вся моя молитва. Я, в принципе, больше не могла дать стране угля или что-то из себя изобразить. Сейчас все получится. Когда штормит сомненье душу, Тогда кричу, Господь нужен, Когда сбежать от тебя пытаюсь, Я все равно в тебе нуждаюсь. Когда я в крайности кидаюсь, Кричу сильней, Господь нуждаюсь, Когда нет сил терпеть и ждать, Ты нужен мне. Кричу опять. Ты нужен мне, ты свет во тьме, Ты жизнь в душе, ты нужен мне. Ты нужен мне, ты свет во тьме, Ты жизнь в душе, ты нужен мне. Ты нужен мне, ты нужен мне. Когда я в жизни разбиваюсь, Все больше я в тебе нуждаюсь, Тебя свет бурей прославляю, В твоем присутствии оживаю. Ты нужен мне, ты свет во тьме, Ты нужен мне, ты свет во тьме, Ты жизнь в душе, ты нужен мне. Ты нужен мне, ты нужен мне. Ты нужен мне, ты свет во тьме, Ты жизнь в душе, ты нужен мне. Ты нужен мне, 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 ты нужен мне. Ты нужен мне Ты нужен мне Ты нужен мне Когда страх душу окружает Дух святой меня утешает В поток любви твоей вливаюсь Лишь только там От бурь спасаюсь Ты нужен мне Ты свет во тьме Ты жизнь в душе Ты так нужен мне Ты нужен мне Ты свет во тьме Ты жизнь в душе Ты нужен мне Ты нужен мне Ты свет во тьме Ты жизнь в душе Ты нужен мне Ты нужен мне Ты свет во тьме Ты жизнь в душе Ты Ты нужен мне Ты нужен мне Ты свет во тьме Вот моя жизнь Вот мои травмы Исцеляй Господь Я так нуждаюсь в Тебе Ты тот кто может исцелить Спасибо тебе Иисус Аминь Спасибо Мне нравится Потому что Очень много Бог исцелял Мое сердце Очень Бог Приходил Приходил ко мне в тайной комнате И утешал меня И я знаю Что это послание Очень ценное И очень нужное Для каждого из нас И вот Расскажу Недавнюю мою историю Мои приключения За последние Ну вот года два Вот То что я сейчас Здесь стою перед вами Это чудо Это свидетельство Причем Стою даже В самом прямом смысле слова Потому что Последние вот годы Ну я У меня проблемы Были с позвоночником И Сначала Было так себе Еще терпимо Потом Становилось Все хуже и хуже Плюс Я неудачно попала К Нехорошим врачам Которые Не ставили Диагноз Ну это отдельная История Печальная Вот В конце концов Пока я не слегла И Уже практически не могла Ходить И приползла уже К другим врачам Слава Богу Это В общем-то Было вовремя И Это было не весело Потому что я Чувствовала себя Очень Беспомощно Это Это Была та проблема Которую я не знала Как решить Чисто вот Своими силами Вот И Мне нужно было Вмешательство Сверхъестественное От Бога Вот И когда я уже практически Не могла ходить Ну мне врач сказал Что ну вот уже как бы Нужна Операция Причем Ну желательно Так не затягиваться Этим делом Ибо Можно Потом С коляски не встать Вот И Слава Богу За друзей За братьев и сестер Которые Меня ободрили Вдохновили Потому что честно говоря Мне какое-то время Ну я даже боялась вообще Говорить В той проблеме В которой я нахожусь Вот И знали только Ну буквально несколько человек Из близких друзей И когда уже вопрос стоял ребром Или операция Или ну как бы Как повезет Вот Тогда мне Пришлось Эту проблему Как бы вынести На всеобщее обозрение И Ну конечно были Доброжелатели В кавычках Да Вот Ну а слава Богу за тех Которые Ободрили Которые Молили за меня Которые говорили Слова поддержки И За друзей Которые Смогли мне помочь финансово Потому что операция Достаточно дорогостоящая Ну для меня это Неподъемные Неподъемные Суммы были Вот И Ну честно вот Страшно было Когда ты идешь на Операцию И ты Ну ты знаешь Что возможный исход Будет Ты проснешься После наркоза И может быть Ноги твои работать не будут Ну честно говоря Это страшно Я знала что Бог Близко Бог Рядом со мной Но вот это Какая-то вот Человеческая Ну вот Натура Да Я вроде бы как доверяю Но все равно есть Какое-то место Для недоверия К сожалению Ну и вам Говорю честно Как есть Потому что Ну я человек Да Я тоже учусь доверять Господу Так вот Наверное Я успокоилась Только тогда Когда я Очнулась в реанимации И Поняла что мои ноги работают И Начался вот процесс Моего восстановления И Это достаточно Длительный Потому что Ну Мне вкрутили В позвоночник Такую большую титановую Конструкцию И это Перестраивается Весь организм Мне все еще больно Я все еще На обезболивающих И там всяких Других интересных Препаратах Вот Которые помогают Мне держаться И в принципе И даже не подавать виду Если бы я не сказала Вы может быть И не догадались бы Правильно? Слава Богу Вот И Ну это действительно Слава Богу Конечно Хотелось бы Чтобы процесс Шел немножко Побыстрее И вот И чтобы уже не болело Но Есть как есть И я благодарю Бога За Его Посланников За его людей Которые Скажем Проявляли любовь В действии И это очень ценно Важно Когда мы не просто Говорим правильные вещи А когда мы Являем любовь Вот Это вот такое мое свидетельство И Знаете Когда происходят Трудные Времена В нашей жизни У нас Так Так Закрадываются Постоянно Так Подлые вопросы В наше сердце Господь А куда ты вообще Смотришь? Почему это Произошло Со мной? И Ну за что? Такой Популярный Я скажу Даже дурацкий вопрос Господь За что? Вот И Ну на самом деле Просто Ну это жизнь Да Нам Никто не обещал Что у нас будут везде красные дорожки Все нам Все у нас будет хорошо Бог обещал Никогда не оставить И не покинуть нас И вытащить нас Из любой неприятности Было бы желание у нас Да Вот Но Не было обещания Что там Бог как добрый волшебник О я хочу это На тебе Ну я хочу то Вот и И это тебе Пожалуйста И причем сразу Чтобы ответы приходили Сразу нам хочется Да А если Ответы сразу не приходят Мы начинаем психовать Господь Куда же ты смотришь? И в этом тоже надо покаяться И вот я Тоже каюсь Сейчас Снова Я задавала такие вопросы И мне было правда обидно Господь почему Я Сложила тебе Столько лет И Я ничего плохого не сделала Я понимаю Что мой вопрос Уже сам по себе В корне неправильный Да Но тем не менее Он мне почему-то Постоянно Вот всплывал В моем сердце В моем разуме И Это один такой момент Второй момент Я по-прежнему Очень хотела Продолжать служить Но было непонятно Как это вообще возможно Ну в силу данных обстоятельств Которые Я столкнулась Вот И Такое Можно сказать И разочарование И Бессилие Даже скорее вот Это правильное слово То Что я чувствовала В те моменты И Ну вот Как Господь Вот Есть такая вот Штука Вирус Такой Не только в христианстве В христианстве Вообще Что Ну мол Я могу только служить Только тогда Когда у меня уже все Нормализуется Когда У меня будет хэппи-энд Когда у меня будет Такое крутое свидетельство Чтоб я могла Так вот Выйти А вот я такая Крутая И вот поэтому У меня вот Поэтому я могу служить Но Когда я лежала Еще на кровати В больничке И Бог мне напоминал Многократно Историю об Иосифе Я Понимаю Что не все может быть Знают эту историю Поэтому вкратце Ну буквально В двух словах Вообще Это будет домашнее задание Прочитать эту историю Там много Интересных нюансов Это Бытие С 36 главы Начиная Вот Интересная история У отца было Несколько сыновей Начинается почти как сказка Вот Но на самом деле Вот было По-моему 10 Да Старших сыновей Потом родился Иосиф У Отца И он был Любимчиком Он был Любимчиком Отец его всячески Выделял Там даже в одежде Такая крутая одежда У него была И братья ему Ну естественно Завидовали Потому что дети Остро чувствуют Когда Кого-то родители Выделяют А кого-то Ну кто-то так себе Да Вот И Вот Иосиф Такой себе рос Вот Братья все это время Завидовали Потому что отец Все время выделял Иосифа И вот Однажды В один Непрекрасный день Иосиф пошел К братьям Там где они Работали Вот И они решили Вот она возможность Отомстить ему За все годы Отвержения Вот И они Эту одежду С него сорвали Ну Видать Эта одежда была Как олицетворение Их отвержения Отцом Вот А Иосифа Сначала хотели убить Вот Но потом Передумали Ну там один из братьев Отговорил Вот Кинули его в яму Потом продали в рабство В общем Началась У Иосифа Веселая жизнь В кавычках Вот И Примечательно то Что Иосиф Ничего плохого Не сделал Он Не заслужил Быть В той яме Он не заслужил Быть проданным В рабство По сути Зависть братьев Это проблема Самих братьев Да Да Вот Но Мы об Иосифе И он вдруг Вот оказался В этой вот передряге И тоже Я думаю Возникали у него Вопросы Господь за что Почему Я Прохожу Эти обстоятельства Вот Дальше Ну Не заканчивается На этом Его Веселые приключения Он попадает Там В один дом Его подставляет Но я коротко Рассказываю Лучше прочитайте Там интересно Попадает в дом Вроде бы Как бы Все начинает налаживаться Ну Относительно Он служит там Находясь В неволе У него Еще не Решены Вопросы Его Господь почему Да Он не вернулся На родину Он не вернулся К отцу Но он служил На том месте Куда он попал Он сначала был На хорошем положении Потом его подставили Он попал в тюрьму Опять Он не заслужил Он Ничего плохого Не сделал Но он попал в тюрьму И опять может возникнуть Вопрос Господь за что Господь почему Что происходит И куда ты вообще смотришь Кто-нибудь может Узнает себя Да В каких-нибудь ситуациях Я ничего плохого не сделала Почему вот это Это происходит Да И Иосиф попал в тюрьму И Внимание Иосиф Служил в тюрьме Меня это Когда я осознала это Меня вот просто Прошибло Господь Господь Спасибо за Ну вот это понимание Он не ждал Пока наступит вот Его хэппи энд Да Он не ждал Господь давай ты меня сначала Выведешь там из тюрьмы А потом я уже буду служить тебе Можно было так Попытаться манипулировать Богом Как мы иногда делаем Господь давай ты сначала Реши мои проблемы А потом я буду служить тебе Кто так Говорит и думает Пока идите Ну я и шучу и не шучу На самом деле Так вот Иосиф служил в тюрьме И Потом он Вышел из тюрьмы Потом он Снова попал в тюрьму Опять не заслуженно И опять он служил в тюрьме И потом И что интересно Иосиф не знал Выйдет он вообще из тюрьмы Это мы уже умные Кто прочитал Библию Кто знаем что он такой Потом весь крутой Второй после фараона В Египте Там Спас израильский народ От голода Это круто Ну реально круто Ну реально круто Провел его такими Очень Ну непростыми путями Через унижение Отвержение Предательство Ну это жесть Вот И в конечном итоге Был хэппи энд И Причем он не только сам спас А еще и весь израильский народ спас Но В тот момент когда он Еще находился в тюрьме Он не знал этой развязки Он не знал о том Что Он вообще Когда-нибудь Выйдет оттуда Он не знал Закончится это Когда-нибудь или нет Может он вообще навсегда Там Не было какого Ну по крайней мере В писании не написано Что было у него обетование Там Что он выйдет Он говорит Были сны Когда еще вот В подростковом возрасте Который он получал Чтобы преклоняться Но Это все образы И Ну Я думаю Были и вопросы И сомнения Господь Ну вот ты мне дал сны А как же так Да? Как же дальше? Вот И Бог мне постоянно напоминал Об Иосифе И о его истории И о его сердце Что даже находясь в тюрьме Он начинал Начинал служить людям Он проповедовал Он Ну делал то что мог Честно Искренне Без лукавства И Знаете Ну это сокрушало мое сердце Потому что У меня не было Ну и до сих пор В общем-то до конца нету хэппи-энда Я все еще болею Да? И там Какие-то еще вопросы не решены Которые Выше меня Которые Знаете Я уже много перепробовала А ответа все нет и нет Я думаю Многие из вас тоже Проходят ситуации Когда вы уже Столько всего перепробовали А ответа нету И То что я Хочу донести сегодня И для себя в первую очередь И для каждого из нас Значит служите там Где вы находитесь Служите Даже может Сверх Сил Сверх Понимания Даже еще Не получив Ответы Которые Вас очень мучают Не ждите И не ставьте Тем более условия Господь Давай ты сначала Вот это решишь Или вот это исцелишь Или то и все сделаешь А потом Я буду служить Пожалуйста Не ставьте эти вопросы И эти условия Богу Если вы Ставили Давайте дружно Покаемся В этом Потому что Это закрывает нам Путь для благословения Это то что закрывало мне Путь для благословения И слава Богу За его Обличение Ну мне Не всегда приятно Точнее чаще всего Не приятно Слушать обличения Вот Хочется Всегда По головке В терпение гладили Ободряли Говорили Какая молодец Вот Ну Но нет Поэтому служите Еще до вашего Хэппи-энда Если вы чувствуете Что вы В этой вот тюрьме В этой Не важно Заслуженно Незаслуженно Кто-то может И заслуженно Ну тюрьма Образно выражаясь Да Кто-то может И заслуженно Вы накосячили В свои Какие-то проблемы Ну у каждого Своя история У каждого Своя жизнь Да И каждый Из нас Может рассказать Много чего Да Про свои вопросы И свои Свои тюрьмы Свои штормы Которые мы проходим Давайте Помолимся Коротко Не Не вставайте Главное Чтоб Сердце наше Было Открыто Не Не Я спою Потом Моя еще Вчера Мерзли целый день Поэтому я спорил Аку утеплилась Давайте закрываем глаза Дух Святой Я прошу Я прошу тебя Чтобы ты Исцелял Наши сердца Чтобы ты Направил Наши сердца К тебе Господь Прости нас Когда мы Задаем Тебе Вопросы С претензией Господь Прости за всякую претензию В нашем сердце Вы можете молиться Своими словами Если вы знаете Вот в чем именно Ваша претензия Простите Прощение Конкретно Господь Прости за то Что Мы В сердцах Своих Имеем претензии К тебе Господь Я прошу тебя Коснись каждого брата И сестру И Ты знаешь Как обличать Нежно и аккуратно Так чтобы Это привело нас К покаянию К исцелению К изменению Нашей жизни И Господь Особенно Молюсь о тех Кто сейчас Находится В непростых Ситуациях И Кто находится В своей тюрьме В своем шторме Господь Приди Духом Святым В эти обстоятельства Господь Приди Прикоснись Господь Дай Силы Служить Тебе Посвящать Своё сердце Тебе Даже Находясь В этом И Господь Я знаю Что Солнце правды Воссияет В наших судьбах В каком бы шторме Мы ни находились Этот шторм Рано или поздно Закончится Потому что Это твоя воля Потому что Ты близкая Ты обещал Никогда Нас не оставить И не покинуть Господь Я прошу Тебя Чтобы Сегодня Созрели Судьбоносные Решения В наших сердцах Служить Тебе Господь Помоги Направ Туда Где мы будем Эффективны Где Где мы сможем Где мы сможем Вкладывать Своё сердце В служение И Господь Пусть всякая Претензия Уйдёт И пусть исцеление Придёт наше сердце Утешение И восстановление Во имя Иисуса Христа Аминь И я знаю Что Дух Святой Обращался К некоторым Из нас И говорил И показывал Возможности Где вы можете служить Где вы можете Не только вот покаяться Да В том что мы О чём мы говорили Но и Быть полезными Быть Теми проводниками Евангелия Вот на том месте В том состоянии В котором вы находитесь Не ожидая Что вот А когда изменится Вот тогда Или Ну да Вот мой сосед Может служить У него же ситуация получше Нет Мы все можем служить Если вы не знаете Как Вы можете Подойти К вашему лидеру И посоветоваться Иногда со стороны виднее И я хочу спеть Об этом песню Называется Шторм И Эта песня Не для того чтобы вас Развлечь Узбодрить Вот Это место Это Это время Вот Чтобы ещё раз об этом Поразмышлять И В каком бы шторме Вы не находились Бог всегда Близко Чтобы отвечать И помогать Главное вот Дух Святой Точно говорит Многим из вас Слушайте его Ты верен был всегда И даже в этот что Меня найдёшь ты И вытришь слёзы мне На твой призыв Скажу Аминь Ведь Ты так Близко Просто До гроба Слышишь Сквозь ливень Тихий Шепот твой Господь Что Ты со мной Тогда приходит Милость И я хвалю Того Кто жизнь даёт И заберёт И среди бури я Господь хвалю тебя Не важно где я есть Ведь ты хранишь меня Хоть сердце вновь болит Но каждую свету Хранишь в своей руке Ты на моей стороне Среди бури я Я пою тебе Ты слышишь голос мой Когда нет сил идти Когда теряюсь На жизненном пути Но посреди ветров Продолжу путь с тобой Ведь ты не бросишь В раскатах Гроба слышу Сквозь ливень Тихий Шепот твой Господь Что Ты со мной Тогда приходит Милость И я хвалю Того Кто жизнь даёт И заберёт И среди бури я Господь хвалю тебя Не важно где я есть Ведь ты хранишь меня Хоть сердце вновь болит Но каждую свету Хранишь в своей руке Ты на моей стороне Среди бури я Среди бури я Пою тебе Я подниму к тебе глаза Ведь ты мне помощь дашь Среди проблем хранишь меня К тебе укроюсь я Я подниму к тебе глаза Ведь ты мне помощь дашь Среди проблем хранишь меня К тебе укроюсь я Среди бури я Среди бури я Среди проблем хранишь Среди бури я Среди проблем хранишь Среди проблем хранишь К тебе укроюсь я Среди бури я Среди бури я Среди проблем хранишь Ты будешь обличать Ты будешь Ты будешь Ты будешь Действуешь только в наших В наших интересах Спасибо тебе И Аминь Спасибо И Пока Перед чем я спою Последнюю песню Я хочу прочитать Место писания Псалом 106 29 стих Он превращает бурю в тишину И волны умолкают И Бог не обещал что штормов не будет Бог обещал что он никогда нас не покинет и не оставит И даже если вы забудете все что говорилось сегодня я прошу вас чтобы вы запомнили это И Он тот кто С вами Среди бури И Штормы и бури они будут приходить в нашу жизнь То что мы стали христианами это Это не какое-то волшебное действие которое избавляет нас от проблем Нет Проблемы будут просто Взгляд уже немножко другой Мы знаем Кому обращаться Мы знаем у кого есть утешение И мы можем с мудростью Преодолевать эти Проблемы Зная истину И Мы вообще Наверное по сути мечтаем все о жизни без штормов Ну вообще кто мечтает о том чтобы проблемы у него были Есть такие странные люди здесь Ну это да мы знаем правильные ответы Но я же не молюсь Господи дай мне проблему дай мне проблему Не или кто-то молится так Господь пусть будут такие обстоятельства что аж вообще чтоб я не знала выживу или нет Никто об этом не молится да ну нету таких странных да Слава Богу мы благодарим за обстоятельства когда мы проходим когда получаем победу это дает рост Но в процессе Господи что происходит и вообще выживу я или нет И вообще в детстве Ну наверное все мечтали там Ну я вырасту буду Ну не знаю кем там Космонавтом Ну серьезно вот мы мечтаем всегда хорошим Я там вырасту буду там бизнесменом Не знаю кем Кто кем мечтал быть Я вырасту буду там девочки о чем мечтали Модельером Причем самым крутым наверное да Чтоб все меня знали Или там Позабывали уже о чем мечтали Вырасту буду там крутым не знаю Кем адвокатом И причем ну непосредственным каким нибудь Обязательно крутым да Или Кто еще смелый Гонщиками Причем вот с медалями обязательно Врач Если врачом то самым лучшим да Если парикмахером то самым крутым И Никто не мечтает Я вырасту буду таком посредственностью Буду еле еле сводить концы с концами Никто же не мечтал в детстве Нет Ой я смотрю Оживились Начали мечты вспоминать свои И Никто не мечтал там Ну вот я вырасту У меня начнутся проблемы Я вот Начну косячить Начну пить или Употреблять наркотики Вот Потом дойду почти до ручки Никто не мечтал Было бы странно Ну Нет серьезно Было бы странно Но тем не менее Тут есть Ну Есть истории в этом зале Никто не мечтал о том Что начнутся проблемы Но они приходят Никто не мечтал Я вот Я вот Вырасту Я потеряю близких И это меня сломает И я начну пить Но к сожалению Такие истории мы знаем Да Мы мечтаем о жизни без штормов Но Так не бывает В наших мечтах нет проблем Но Это жизнь Это не то что Кто-то там Хуже Кто-то лучше Но это жизнь Мы Мы должны понять Что живем в мире Наполненном болью И То что мы можем делать Я опять возвращаюсь К этой теме Это служить Во-первых Открыть свое сердце Чтобы Бог там Навел Начал по крайней мере Наводить порядок Да Да И мы можем Служить другим людям Чтобы помогать Им в их скорби В их потерях В их боли И штормы Они будут приходить Они Помогают Где-то нам Стать сильнее И невозможно Быть победителем Если мы не проходим Какое-то вот Сражение Да Тут есть наверное Спортсмены Да Кто-то Может стать чемпионом С чемпионом Не сражавшись Не выходя там На ринг Или там На беговую дорожку Ну кто в чем сражается Невозможно стать чемпионом Просто сидя В своей там Красивой квартире Чемпион Тогда ты Когда ты проходишь что-то И я вижу Что те Кто сейчас тут В зале Вы чемпионы Серьезно Может быть не все еще Решено В вашей жизни Но празднуйте Те штормы В которых Вы уже выжили Которые Вы уже Прошли Благодарите Бога за тех людей Которые помогли Вам выжить В этом шторме Штормах Многочисленных Празднуйте Штормы И слава Богу за то Что Он не оставил нас Если вы В этом зале Если вы живы Значит Бог точно вас не оставил И вы можете посмотреть По сторонам Сколько людей Рядом с вами Которые Готовы вам помочь Которые Рядом с вами И вы не одни Знаете Одиночество Это страшная штука Многие тоже Наверное знают Это Если вы тут Здесь Это хорошая новость Что Вы не одиноки И не просто Бог рядом с вами Бог никогда вас не оставит Но Рядом с вами еще Люди Которые Готовы вкладывать В вас жизнь Помогать вам И это Очень круто Серьезно Многие не имеют Этого Либо отказываются Навстречу неба Будет сейчас Песня Чтобы он подготовился И знаете Вот я говорила Ну в своей истории Когда я рассказывала Что Господь почему это Со мной случилось И Ну вообще Это один из самых популярных Вопросов Которые люди задают Верующие Неверующие Главное Особенно Меня удивляет Когда неверующие Задают вопросы Господь почему ты Это сделал В моей жизни Или почему это Произошло Вот И Я получила Такой вот Интересный ответ Интересно да Что мне Бог ответил Не задавая Не задавая мне Вопросы Почему Тебе нужно Знать что Делать дальше И как Идти дальше И Иногда мы Оглядываясь Назад Уже спустя И с вами Случилась Ну чисто физический Шторм Он дезориентирует Человек не понимает Где берег Где куда плыть Когда это все Закончится Вот Так же и в нашей жизни Мы не понимаем вообще Что происходит Куда бежать И за что хвататься Вот И Когда Волны затихают Тогда мы получаем Видение Тогда мы понимаем Куда идти За что хвататься И Мы становимся Сильнее Если мы делаем Правильные выборы В этом шторме И очень самое важное Что происходит С нами Вообще Самые большие чудеса Это те Которые происходят В нашем сердце Еще раз Я хочу Чтобы вы это услышали Самые большие чудеса Это то Что происходит В нашем сердце Когда мы Получаем Утешение Когда мы Получаем Исцеление Когда мы Прощаем тех Кто нам Очень больно сделал Я думаю Сейчас у многих Перед глазами Там всплыли Картинки Людей Которые вам сделали больно Да Может кому Вы сделали больно Это тоже Бог близко И я буду заканчивать И я спою песню Навстречу небу Песня веселая Но с таким Серьезным смыслом Мне однажды Спросили Почему ты Поешь только такие Серьезные песни Медленные Ну я на самом деле Такие больше люблю Потому что так Можно раскрыть Суть Потом думаю Ну ладно Напишу веселые Но у меня получилось Так что Прям весь смысл В нее вложила Серьезный Поэтому Хочу Чтобы вы это услышали И Давайте Договоримся Там в конце Припев И вы будете Мне подпевать Хорошо? Не только группа прославления Вообще все Припев очень простой Там такие слова О-о-о Запомните? Не а-а Не у-у А именно о-о Как только слышите О-о-о Начинайте петь Мелодия не важна Главное Энергия Я надеюсь Я не забуду слова Потому что Это песня Из моего Нового Ну в смысле Который еще не вышел О У меня тут даже Шпаргалка есть Вот Открывайте свое сердце В конце Вы откроете Со мной рот И выйдите Подпевать на о-о-о В Подпевать на о-о-о-о Иисус Хочу я Найти себя в Тебе Иисус Хочу я Найти себя в Тебе И если вдруг ошибаюсь я, милость твоя поддержит меня. Услышу твой голос во мне и снова найду себя в тебе. Найду себя в тебе. Навстречу небу я сердце распахну, Иисус, я закричу, что тебя люблю. Всякое время хвала во мне, даже когда я в беде и ныждре. Навстречу небу я сердце распахну, Иисус, я закричу, что тебя люблю. И драгоцвей не всего для меня, Буду кричать, что люблю тебя. Иисус, хочу я найти себя в тебе. Тогда все мотивы будут чисты во мне. Иисус, хочу я слышать голос мой. Тогда даже в шторме будет во мне покой. Если вдруг ошибаюсь я, Милость твоя поддержит меня. Услышу твой голос во мне и снова найду себя в тебе. О-о-о-о-о, найду себя в тебе. О-о-о-о, навстречу небу я сердце распахну, Иисус, я закричу, что тебя люблю. Всякое время хвала во мне, даже когда я в беде и дежде. Навстречу небу я в сердце распахну, Иисус, я закричу, что тебя люблю. Ты драгоценен всего для меня, буду кричать, что люблю тебя. Даже если закрыты двери, я все равно продолжу верить. Если вдруг на пути темнота, я все равно буду славить тебя. Когда проблемы на пути, я, как и прежде, буду хвалить. Если жизнь опустила на дно, тебе поклонюсь, несмотря ни на что. Навстречу небу сердце распахну, Я закричу, как тебя люблю. Встречу небу сердце распахну, Я закричу, как тебя люблю. Я закричу, как тебя люблю. Я закричу, как тебя люблю. Продолжение следует...